Когда люди говорят Стать человеком Когда ты станешь человеком Наконец-то Или что-то в этом роде Все люди на самом деле В это вкладывают Очень разный смысл Большинство людей Стать человеком Означает Добиться чего-то в жизни Стать начальником Стать миллионером Выйти замуж Родить ребенка Купить квартиру Что-то в этом роде Какие-то внешние достижения И Это понятно Вот Выйду замуж Заживу А пока я в ожидании В ожидании светлого будущего Когда я выйду замуж Тогда начнется жизнь Вот А сейчас пока я не живу Я жду Ну почему Человек Все есть Голова есть Руки ноги есть Не полу человек Человек Но жизни еще нет Жизнь начнется потом Когда Выйду замуж Устроюсь на работу Сделаю карьеру Заработаю миллион И так далее И так далее Проходит какое-то время Она выходит замуж Он становится миллионером Они делают карьеру Вот А счастья как не было Так и нет Более того Вот та девушка Которая Мечтала выйти замуж И Грезила Тем Как у нее начнется жизнь Когда она это сделает Сейчас По прошествии времени И выйдя замуж С тоской вспоминает То время Когда она не была замужем Потому что Тогда все было хорошо И понятно У нее были надежды Мечты Она жила Этими надеждами И мечтами А потом Когда это все Воплотилось в жизнь То оказалось Что это все Совсем Совсем не так И что это все Не такое розовое И белое А скорее Темно-коричневое И Темного цвета Такого черного И Надежд уже нет Мечтать уже Не о чем И счастья Как не было Так и нет И Очень часто Например Я Сталкиваюсь с такой ситуацией В жизни Когда У человека есть все О чем мечтают Другие люди А вот А этот человек Алкоголик Наркоман Или что-то В этом роде И все думают Что это он так У него же все есть Он же должен быть счастлив Да Как он может быть Алкоголиком Наркоманом Там Или тем и другим Вместе Зачем Как Почему Вроде же У него Все то К чему мы стремимся Есть Все должно быть Жизнь Замечательно А он Вот такой Проблема Заключается В том Что Люди Страдают Авидьи Авидья На санскрите Это Невежество И Суть этого Невежества Заключается В том Что Они путают Как всегда Причину Со следствием Они Не понимают Что Есть Начало А что Есть Конец И Они Не Не Понимают Той Вещи Что Все Эти Внешние Достижения Они Может быть И Нужны Никто Против Них Не Возражает На Здоровье Но Они Не Сделают Человека Счастливым Они Не Сделают Человека Счастливым Потому Что Этому Человеку В жизни Все время Будет Чего-то Не Хватать У У него Есть Там Деньги Есть Там Квартира Что Там Удобство И так Далее И так Далее Положение У женщины Есть Муж Там Дети Том Подобные Вещи Но Все равно Чего-то Не Хватает И Все То К Чему Стремился Человек Все Это Дает Какое-то Ощущение Радости Первое Время А Потом Все Проходит Все Исчезает И По-прежнему Чего-то Не Хватает И Вот Это То Чего Не Хватает Человеку И Не Дает Возможность Ему Быть В жизни Счастливым Потому Что То Чего Ему Не Хватает Это Ощущение Полноценности Или Целостности И Суть Заключается В том Что Человек Счастлив Сам Себе Внутри Источники Его Счастья Находятся Внутри В нем Самом Это Как я Говорю Что Все Внешние Достижения Человека Все Его Приобретения В жизни Они Дают Ощущение Радости Которая Обязательно Сменится Ощущением Горя Когда Он Всего Этого Лишится Или Когда Это Все Ему Надоест Это Приходящее Состояние Сознания Зависящее От Внешних Факторов И Потому Никогда Эти Состояния Не Будут Стабильными Они Будут Давать В лучшем Случае Временный Результат А Человеку 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 Нужно Счастье В жизни Перманентное Счастье И Источником Этого Перманентного Счастья Является Его Сознание Он Сам И Ничто Не Может Это Заменить И Чего Бы У Него Не Было В Жизни Ему Всегда Будет Не Хватать Вот Этой Целостности Пока Этой Целостности Не Будет Он Не Будет Счастлив У Него Не Будет Ощущения Удовлетворения В Жизни И Как Следствие Он Будет Болеть Полноценный Человек Это Человек У Которого Все В Жизни Находится Внутри Него Самого Он Сам Является Для Себя Источником Счастья И Это Ощущение Счастья Делает Его Полноценным Он Ни От Кого Не Зависит Он Счастлив Самим Фактом Своего Существования Счастья Что Внутри Себя Он Обрел Себя Он Понимает Что Все То К Чему Он Стремится В Жизни Оно Уже Есть Внутри Его Сознания Оно Уже Есть Там Он На самом деле Ничего Не Создает Он Просто Открывает Это В Себе И Когда Он Сам Для Себя Является Источником Счастья В Жизни Настоящего Счастья Он Перестает Зависит От Обстоятельств Он Перестает Зависеть От Других Людей Он Становится Самодостаточным Человеком Он Открывает Источник Счастья В Себе Самом И Он Счастлив От Этого И У Него Есть Счастье В Сознании И Он Может Дать Это Счастье Кому То Вот Только С того Момента Как Человек Становится Полноценным Только С Этого Момента Он Может Дать Кому То Это Счастье Потому Что До Этого Времени У Него Этого Счастья Нет А Если Нет Этого Счастья В Сознании Как Он Может Сделать Счастливым Кого То Если Он Не Смог Сделать Счастливым Себя Как Такое Возможно Вот Почему Все Отношения Разваливаются Все Чувства Проходят И Все Как Говорится Становится Как Всегда И Как У Всех Потому Что Никто Не Сможет Заменить Человек Его Сам Как Я Говорю Никто Не Сможет Полюбить Его Больше Чем Он Сам Себ Это Самое Большое Разочарование Всех Людей В Жизни Никто Не Сделает Вас Счастливым Чтобы Кто То Сделал Вас Счастливым Нужно Чтобы Этот Человек Был Сам Счастлив Изначально Чтобы Он Был Полноценным Человеком Потому Что Только Будучи Полноценным Человеком Он Может Быть Счастливым Человек Источником Счастья Которого В жизни Является Он Сам Его Сознание Вот Кто Такой Полноценный Человек Все Остальные Люди Зависят От Чего То Или От Кого То И Потому Все У них Временно И По Этой Причине Сегодняшняя Радость Сменится Завтра Горе И Наоборот Но Перманентного Счастья Вот Этого Состояния Прэма Его Не Будет Поэтому Тантра Учит Тому Что В жизни Человек Должен Стремиться К тому Чтобы Источника Всего В жизни Были В нем Самом Его Сознание Как Как Этого Добиться Как Человеку Обрести Счастье Внутри Себя Как Стать Полноценным Человеком И Найти Все Источники Счастья Радости В жизни Внутри Себя Когда Этот Человек Закрывает Глаза И Смотрит Внутри Себя Ему Становится Плохо И Страшно От Тех Мыслей Которые Он Там Видит И Тех Чувств Которых Он Испытывает Вот Я Тоже Все Время Об Этому Говорю Если Вы Хотите Уничтожить Человека Оставьте Его В Покое Не Трогайте Его Он Сам Уничтожит Себя Так Как Даже Вам Не Предвидится В ваших Страшных Планах Мести Потому Что Самое Страшное Для Людей Это Остаться Наедине Со Своими Мыслями И Поэтому Такому Человеку Страшно Смотреть Внутрь Себя Ему Надо Обязательно Отвлечься От Себя Ему Нужны Какие То Внешние Раздражители Объекты Внимания Вне Его Тусовки Кино Что Там Еще Развлечения Всевозможные И Так Далее И Так Далее Только Только Чтобы Не Останавливалось Ничего Только Чтобы Тишина Не Наступала Только Чтобы Не Остаться Наедине Со Своими Мыслями Понятно Что Это Он Даже Не Понимает О Чем Мы Говорим Сейчас Какой Источник Счастья Может Внутри Моего Сознания Быть Если Внутри Моего Сознания Помойка Из Самых Страшных И Негативных Мыслей Какие Только Могут Быть Страхи Гневы Ненависти Обиды Обиды Зависти Полный Набор Это Как Я Читал Воспоминания Одного Экстрасекса У которого Открылся Третий Глаз Такой Был Тофик Дадашев Может Вы Слышали В 70-е Годы Знаменитый Экстрасенс Он До Сих Пор По-моему Жив Живет В Азербайджане По-моему И Он Писал Что Когда У него Открылся Этот Дар Он Испытал Шок Ему Стало Страшно Потому Что Он Увидел Мысли Людей Как Писал Мне Хотелось Чтобы Это Все Закрылось Опять Не Надо Мне Этого Дара Не Хочу И Так Тяжело Человек Там Улыбается Что То Вам Говорит А Он При Этом Читает Мысли И Вот Это Несоответствие Улыбок И Мыслей Она Приводила Его В шок И Поэтому Люди Люди Стараются Уйти От Самих Себя Убежать От Самих Себя Там Путешествовать Любят Путешествовать Путешествовать Че Путешествовать Все Везде Одинаково Куда Не Приедешь Все Одно И Тоже Везде Одно И Тоже Ну да Там Поехал Там Раз Два Но Некоторые Люди Постоянно Путешествуют 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 Даже Есть Профессия Такая Путешественник Профессия Путешественник Для меня Загадка Всегда Профессия Путешественник Что Это Такое Куда Путешествует Этот Человек Он Путешествует От Себя Совершенно Верно От Себя Этим Людям Все Время Нужны Новые Впечатления Новые Ощущения Новые Места Посетил Галку Поставил Там В Париже Был Там В Лондоне Был А вот В Лиме Не был Ай Ай Переживает Поехал Галку Поставил И Что И Что Дальше Все Но Придется Возвращаться К себе И Отвечать За себя Придется От Себя Не Убежишь Поэтому Вот этот Разговор Для Обыкновенного Человека Он Непонятен И Вызывает Наверное Оторжение Как это Так Все же Мечтают Путешествовать Развлекаться И так Далее Вчера Или Сегодня Читал Что В Швеции Введен Шестичасовой Рабочий День Переработались Очень Сильно Мало Там Наркоманов И алкоголиков Некогда Им Ширяться Теперь У них Будет Больше Времени Все Время Все Время Нужно Не Оставаться Самим Собой Все Время Надо Быть Где То С Кем То Чтобы Источники Раздражения И Внимания Были Во Войне И все Новое Новое А счастье Как не было Так и нет Полноценности Как не было Так и нет Как такому Человеку Переключиться На себя Для начала Нужно Разочароваться Вовне Разочароваться Во всем Внешнем Как Олдус Хаксли Говорил Что Дорога Излишеств Дорога Излишеств Ведет К храму Мудрости Вот Чем больше Человек Ищет В жизни Чего-то Нового Каких-то Развлечений Тем больше Будет Его Разочарования В конце Но лучше Чтобы это Было В начале Хуже Когда Это В конце Но Лучше В конце Чем Никогда И Может быть Тогда Человек Задумается О том А что Же Является Подлинными Ценностями В жизни Список Путешествий Он с собой На тот Свет Не возьмет Все Те Города Которые Он посетил Они Останутся Здесь Вот это Очень важный Момент Исключительно Важный Что Все равно Все равно Рано или поздно Наступит Прояснение Наступит Понимание Того Что Все Что Происходит Вовне Не Может Сделать Человека Счастливым Не Сможет Сделать Его Целостным Человеком Он Всегда Ему Всегда Будет Чего То Не Хватать Какой То Части Всегда Будет Не Хватать У Неб Будет Большой Список Городов Которые Он Посетил Стран Там Он Был Там 15 Раз Зам У него Там 10 Детей И так Далее И так Далее А все Но Чего Не Хватает Дыша Болит А Не Хватает Главного Не Хватает Соединения Самого Себя С Самим Собой Обретение Себя Становление Целостным Человеком Потому Что Ни Развлечения Ни Путешествия Ни Карьера Ни Деньги Они Не Смогут Восполнить Отсутствие Этого Главного Ощущения Целостности И Самодостаточности И Рано или поздно Это Наступит Просто Человек Не Поймет Что За Процесс Происходит В нем Что Что Происходит На Происходит На самом деле И Как Правило Всегда От Тоски Уйдет Запой Или Что То В Этого Роди Разочарование Внешнем Наступит Обязательно Проблема Заключается В том Что Человек Не Знает Как Восполнить Неудовлетворенность Внешнем Удовлетворение Внутреннем И Вот Здесь Мы Подходим К Ключевому Моменту Самому Ключевому Где Вот Тот Метод Тот Способ С Помощью Которого Человек Может Обрести Себя Вернуться К себе Периодически У меня посещают Светлые мысли Я их записываю У меня такая программа Есть Я это пишу Как пришла мысль Я их записываю И По-моему Она даже у меня Есть сейчас с собой Я ее могу даже Зачитать В оригинале Что называется Как я это записал Светлая мысль Меня Посетила Якобы В отпуске Слушайте внимательно Это просто как Медитация Сущность Человека Это Бог За ним Никуда Не надо Ходить Надо просто Вернуться Домой Кул Вот Мечетями Мечетями И всякими Другими Учреждениями Молельными Давами Всевозможными Бога Бога Нет Потому что Бог может быть Только в сознании Человека Больше Нигде Как в Библии Сказано Царство Божие Внутри вас Открытие Бога В себе Это И есть Обретение Полноценности Потому что Именно Отсутствие Бога В сознании И есть То Чего Больше Всего Не хватает Людям И что Ничто Не может Заменить Им В жизни Ничто И что Самое Страшное Никто Никто Не сможет Это Сделать Никто Не сможет Восполнить Вот это Отсутствие Бога В сознании Человека Которая И делает Его Полноценным И Самодостаточным Потому что Бог Это Источник Всего И вся В жизни И если Он у вас Есть Внутри Что вам Еще Нужно Да Вы можете Стремиться К тому К чему Стремятся Люди Вы можете Это Получать Можете Не Получать Но Вы Не Будете Никогда От этого Зависеть А Зависимость Всегда Порождает Страх Потому что Если Что-то Находится За пределами Вас То Чем Вы Больше Всего Дорожите Вы Всегда Будете Бояться Это Потерять Потому что Если Вы Это Потеряете Вы С Этим Потеряете Сво Счастье Вот Почему Страх И Любовь Всегда Идут Рядом И Когда Они Смешиваются С Друг С Другом Образуется Такая Смесь Которая Называется Ревность Я Прав Я Что Я Что-то Со Слухом Не Слышу Я Не Слышу Я Всегда Прав Прав Всегда Прав А Это Означает Что Будет Праздник Со Слезами На Глазах Как Говорят Вроде Счастье Есть Но Рядом Всегда Сидит Такой Чертик Страх А вдруг Он Меня Бросит И Что Я Буду Делать Одна С Шестью Детьми Надо Было Думать Раньше И Вроде Радостно Но Есть Где Это Сомнение Опасение Беспокойство Особенно По ночам По ночам Особенно В Пурне Мои Вомовастью Особенно В это Время Все Происходит С головой А если Источник Счастья Находится Внутри Самого Человека То То вы Ничего Не Зависите И У вас Пропадает Страх Потому что Вы не можете Потерять Бога В себе По той Простой Причине Что вы И есть Бог Бога Невозможно Потерять Его Можно Только Приобрести Навсегда А Потерять Невозможно А если Потерялись Значит Не было Бога Если Сегодня Верил Бога Завтра Я не верю Все Атеист Значит Не было Никакого Бога И не было Никакой Веры Так Кривление Какое-то Бога Невозможно Потерять Потому что Он Бесконечность И вечность А это Никуда Не девается И никуда Не исчезает И не пропадает Никуда Потому что Это бесконечность И вечность И Когда У человека В сознании Есть Бог У него Вообще Пропадает Страх Потому что Он Всегда 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 В жизни Будет У себя Дома Всегда И везде Где Где бы Он Не был Его Дом Будет Всегда С ним У него Никогда Не будет Ни Ностальгии Ничего Он Как Улитка Которая Носит Свой Домик На себе Все Своё Ношу С собой Как Говорил Кто там Сократ Или Не помню Кто-то Из древних Греков Мудрых Он Всегда Будет Целостным И полноценным Человеком В любых Обстоятельствах Которых Он Находится В жизни Потому что Все Источники И все Рычаги Все Находится Внутри Него Он Может Дать Но Он Никогда Не может Потерять Потому что Бог Это то Что Невозможно Потерять Это Вот Вечный Двигатель Ящик Пандоры Все Время Можно Давать Давать И не Иссякает Никогда Такой Человек Будет Источником Счастья Для себя И для Других Такой Человек Может Сделать Кого-то Счастливым Потому что Он может Дать Счастье Оно У него Есть У остальных Его нет Они Просто Просители Они Просят Дайте Мне Счастье Сделайте Меня Счастливой Вот Если Женишься На Мне Тогда Я Буду Счастливой А Если Не Женишься Я Буду Как Все Все Остальные Выступают В роли Просителя Ничего Ничего Нет Они Зависимые Им Дадут Вот Сейчас Проходил Недавно Вот Шел на Занятия И проходил Мимо Не знаю Как это Называется Где Бомжам Выдают Суп Я не знаю Мы тут Недалеко От базара От Пожарной Охраны Да Я слышу Такой Ругань Стоит И мат Такой Трехэтажный Думаю Да Что-то Интересное Здесь Происходит И публика Такая Специфическая Что-то там Толкаются Друг с Другом Ругаются Жизнь Бурлит Это Они Кучкуются Возле Вот Этого Пункта Раздачи Супа Так Как Звери Корму Идут Всегда Так И люди К пунктам Раздачи Супа Я подумал Я всегда Неслучайно Что-то Вижу Я подумал А ведь Чем Большинство Людей Отличается От них Только Что Может быть Не ругаются Одеты Поприличнее Ведут Себя Поприличнее Но точно Так же Зависимы Только Раздача У всех Разная И все Вот Вокруг Этих Пунктов Кучкуются Очень Символично Потому что У них Как у Этих Бомжей У них Ничего Нет У них Все Есть Квартира Есть Там Дом Есть Все Машина Есть Все Есть Список Список Длинный Стран Посещений А ничего Нет Понимаете Нет Внутри Все равно Не хватает Чего Не хватает Вот Не хватает Не хватает Не хватает Чего Вот Все Есть А чего Это не хватает Нет Вот Этого Главного Бога Нет В сознании И Вот Это Отсутствие Бога В сознании Она Заставляет Человека Жить В Манасе Жить Вот Своих Эмоциях Своих Чувствах Своих Желаниях Своих Переживаниях Вот Эту Жевать Бесконечную Жвачку Своих Каких То Я даже Не знаю Как Это Назвать Вообще Вот Эта Вот Смесь Вот Эта В Которая В голове Это И страх И ненависть И любовь И зависть И стремление К чему-то И мечты И надежды И разочарования И болезни И вот Это Вот Крутится В голове Какая-то Гремучая Ядовитая Смесь И Вот Он Человек Живет В этом И Не знает Что за пределами Этого Есть что-то Другое Он Настолько Погружен В это Что Он не может выйти Оттуда Единственный Способ Это Вот Вот Выпил И хорошо Отключился На секунду Как я говорю Что водка Это Обезболивающее Лекарство От жизни Алкоголь Продающийся Без рецепта В магазине Обезболивающее Средство От жизни Он Выпил Отключился Потому что Нету Ничего Он Он Настолько Погружен Погружен Вот В эти Свои Мысли В свой Манос Что Он Не знает Что за Пределами Этого Есть Другая Реальность И Что То В чем Он Живет Это Мираж А Настоящая Реальность Совершенно Другая Легко Сказать Вы Наверное Сидите Я вижу У вас В глазах Знак Вопроса И мысли Ну когда Он Скажет Как